...развитие многоклеточного организма. Хотя эта лекция называлась в нашей программе «Коклетки становятся разными», но это только один аспект этой очень сложной проблемы. Ну, какая-то удивительная загадка. Вот, сначала было куриное лицо, там какой-то желток, не пойми что. Потом прошло сколько-то времени, я не знаю, сколько развивается куриное яйцо, кто знает, наверное, недели три, да? Из этого яйца вдруг появляется живой цыпленок. Ну, ладно, яйцо еще хотя бы по размеру похоже на цыпленка. Сначала была одна крошечная клеточка, 50 микрон, так что ее даже не видно невооруженным глазом. А потом проходит 9 месяцев, и рождается человечек, который развился из этой клеточки. Как вообще это происходит? Это, конечно, совершенно удивительно. Ну, происходит это постепенно. Сначала клетка начинает добиться, появляется несколько похожих, а как мы дальше из этой лекции увидим просто одинаковых клеток, я про это уже упоминал. Дальше, по мере того, как зародыш двигается по лицеводу, клеток становится все больше, потом появляется такая наружная оболочка, и ручная клетка, что это масса. На этой стадии зародыш, если ему повезет, растает в стенку специального органа матки, и там продолжается его развитие. Развиваются довольно сложные всякие части, которые поддерживают это развитие, и не входит в состав самого эмбрия. А вот здесь вот развиваются ткани зародыша, собственно. И уже через 30 дней видно, что это такое что-то похожее на публичного человечка. Два лапки, такие лапки, хвостик. Дальше лапки, да, там довольно большой хвостик, чтобы потом уже исчезли. Потом эти лапки становятся более человеческими, степенно зародыш превращается в молитву человечка. Если сформулировать проблему развития многоклеточного организма на современном языке, который вам уже немножечко знаком, уже немножечко известен, то можно сформулировать ее вот так, как запись генетического кода, который записан в виде просто обычной линейной последовательности букв в молекулах ДНК, превращается в фенотип организма. Всю совокупность его признаков развертывается в трехмерном пространстве. Ну и вот эта проблема, с которой до сих пор бьются лучи умы, и которая занимает очень многих биологов разных специальностей, на самом деле, распадается на несколько проблем более конкретных, более простых в какой-то степени. Чем сопровождается вот это развитие человеческого организма? Вот это превращение одной исходной клетки, зиготы, в человека. Во-первых, у человека клеток очень много, клетка исходная размножается, в человеческом организме клеток больше сотни миллиардов. Во-вторых, по мере развития клетки эти становятся разными. Говорят, что они дифференцируются. Хотя, как сейчас известно, практически во всех тканях, даже у взрослого человека, сохраняемы дифференцированные стволовые клетки. Но большинство клеток становятся нервными, мышечными, там клетками кожи, клетками кишечника, и таких клеточных типов в организме человека, но не меньше двухсот. И это не считая разных типов нервных клеток, которых никто и не считал, потому что их очень много, и нет общепринятой их классификации. При этом, если бы эти клетки просто становились разными, то, в общем, проблема была бы, может быть, не такой сложной. Сейчас уже можно заставить, например, стволовые клетки дифференцироваться в нужном направлении, просто в чашке петли, в культуре ткани. Известно, какими веществами надо подействовать на клетку, чтобы она превратилась в мышечную, или превратилась в нервную, или в какую-то еще. Но гораздо более сложная часть проблемы, это вторая часть, как все эти клетки ухитряются образоваться в последовательности, а самое главное, в нужных местах. Как получается, что из этих клеток слеплен целый, целесообразно устроенный, способный функционировать организм. Это вот проблема. Вот этот вот вопрос далек от своего разрешения. Только в каких-то случаях мы более-менее начинаем понимать, как же это происходит. Ну, а понятно, что без этого никакого организма не получится. Иногда происходит дифференцировка клеток в полном беспорядке. Например, встречаются такие довольно редкие раковые опухоли, тератокарциномы, в которых присутствуют клетки разных тканей, и даже формируются иногда разные органы. Там какие-нибудь кусочки кожи, зубы, кусочки печени, еще что-нибудь, и все они перемешаны в полном беспорядке. Естественно, от организма это очень далеко. Ну и вот эта проблема занимала ученых глубокой древности. И, кстати сказать, я не случайно упомянул яйцо и цыпленка, потому что этот объект очень удобный для наблюдений. И еще со времен Древней Греции, со времен Аристотеля, он остается одним из излюбленных объектов эмбриологии, науки о развитии. И сейчас эмбриологи, так же, как и в Древней Греции, продолжают изучать развитие куриного зарудыша. И мы еще к некоторым примерам в ходе этого развития вернемся. Само это куриное яйцо развивается, естественно, тоже не сразу. Сначала в яичнике курицы, а у курицы только один яичник, в отличие от человека, развивается яйцеклетка, это желток, очень крупная клетка, потом она одевается первой оболочкой, тоненькой, прозрачной, потом эта яйцеклетка выходит из яичника, попадает в яйцевод, там должно произойти оплодотворение, в нее проникается терматозоид, и ядра этих клеток сливаются, а ядро этих клеток вот здесь. Очень маленькое сравнение с ее объемом. Уже после оплодотворения она начинает окружаться более толстой курицкой оболочкой, потом она попадает в специальный расширенный участок яйцевода, в скалуковую железу, где одевается скалукой, под скалукой еще находится особая торгаментная оболочка из двух слоев, и между этими слоями появляется воздушная камера. Только после этого курица вкладывает это яйцо, окруженное вот таким вот сложным набором из четырех или пяти оболочек. И начинается развитие зародыша. Деление сначала ядер, а потом клеток. Сначала зародыш представляет собой такую маленькую шапочку. Ну а когда он становится побольше, то видно, что вокруг него имеется у всех наземных позвоночных несколько так называемых незародышевых оболочек. Одна из них, самое важное, сам не он, и успечивает для этого растущего зародыша что-то вроде такого индивидуального прудика, потому что вот это пространство заполнено жидкостью, поэтому зародыш развивается внутри жидкости. Другая оболочка формирует алантоэс, который служит складом для продуктов обмена. Таким временным туалетом для этого зародыша, когда складываются все отходы производства, производимые. Третья оболочка, желточный мешок, окружает запас желтка, и из этого желточного мешка зародыш получает питание, питательные вещества. Ну а потом все эти зародышевые оболочки, сыграв свою роль, остаются в конечном счете в яйце, а развившийся цепленок вылупляется. Ну вот это описание этого процесса, очень, конечно, короткое и схемогичное. А как же он происходит? Еще на заре нового времени, в 17 веке возникло две основных культурирующих противоположных друг другу теории, которые объясняли механизмы этого процесса. Одна теория называлась преформизм, а сторонники этой теории, соответственно, преформисты. Они считали, что внутри половых клеток есть практически полностью сформированный живой организм. Некоторые считали, что он сидит внутри яйцеклетки, их называли аймисты, от слова ого яйцо. А некоторые считали, что он сидит внутри сперматозоида, подвижной клетки, их называли анимолекулисты. Анимолекулисты считали, что яйцеклетка – это только питательная среда на развитие вот этого маленького человечка или какого-то другого живого существа, который сидит в сперматозоиде, проникает в это яйцеклетку. Но если довести эту теорию пронизма до логического завершения, то это означает, что внутри такого человечка уже должны быть половые железы, в этих половых железах должны быть уже сперматозоиды. В каждом сперматозоиде сидит маленький человечек. Внутри этого человечка есть свои половые железы, сперматозоиды, там сидит человечек. И это приводит нас к так называемой теории вложения, что у первого человека внутри уже были вложены все последующие поколения. Вы, конечно, понимаете, что с точки зрения современной науки быть такого не может, потому что, двигаясь по этой лестнице, мы очень быстро достигнем размера молекул атомов, а мы понимаем, что живой организм не может быть меньше одного атома. Поэтому в своем чистом виде теория пронизма не выдерживает критики, конечно. Но надо сказать, что в 17 веке она была гораздо более популярной, чем противоположная точка зрения. А противоположная точка зрения, которая называлась эпигенез, ее сторонники эпигенетики, заключалась в том, что никакого человечка в яйце нет, не случайно его там не видно, не просто потому, что он прозрачный, но потому, что его там действительно нет, и что яйцо полностью безструктурное, что все структуры организма в ходе развития возникают заново. Причем доводы в пользу этих точек зрения иногда были довольно такие странные с нашей точки зрения. Вот, например, один из сторонников, основателей пронизма, такой шведский меченый Янсваммердам, очень много сделал для изучения микроскопической анатомии, в частности, изучал развитие пчелы, изучал развитие бабочек, всяких других насекомых, описал очень многие хорганы, и развитие бабочки он рассматривал с точки зрения префарнизма. Ну вот, вскроем куколку, а там сидит, оказывается, уже готовая бабочка. Ну, правда, если мы вскроем гусеницу, то мы никакой бабочки там не увидим. Ну, наверное, она как-то еще не совсем хорошо видна, часть ее прозрачная, ну, откуда она взялась в куколке с другой стороны? Ну, вроде бы, наверное, сидела внутри гусеницы. Хотя на самом-то деле, конечно, все происходит совсем наоборот. На самом деле, большинство органов гусеницы полностью разрушается, когда она превращается в куколку, и все органы бабочки возникают там заново. Это такой удивительный пример развития. Но это истолковалось в пользу преформизма. Из тела головастика вылезают сначала задние, потом передние ножки. Вроде тоже очевидно, что они сформировались заново. Нет, наверное, они сидели внутри этого головастика, и можно считать, что это преформизм. Ну, вот. А первый серьезный удар под этой теорией преформизма тоже нанесло, как казалось бы, такое валозначительное наблюдение. Русский ученый Гаспар Хридрих Вольф, русский, потому что он работал в России, изучал развитие все того же цыпленов. И в своей, ну, по нынешнему времени, наверное, кандидатской диссертации, правда, в сутки тогда не было, он описал развитие некоторых органов, вроде кишечника или нервной клубки, зачатка нервной системы, и обнаружил, что эти органы образуются из совершенно плоских изначально слоев клеток. Потом на этот слое появляется выемка, такая оборозка, потом кроя его стыкаются, и из плоского зачатка получается орган в виде трубки. То есть форма этого органа в ходе развития совершенно явным образом меняется. Никакой трубки сначала не было, а потом она появилась. Эпигенез, ничего не скажет. Надо сказать, что еще до того, как эти споры в полную силу разгорелись, один из очень известных анатомов, Юрий Гарвей, наиболее известен он тем, что он открыл природу кровообращения и понял, зачем человеку и животному нужно сердце, высказал вот такой удивительный афоризм. он довольно много занимался развитием животных, пытался, правда, безуспешно найти яйцеклетку у млекопитающих, потом он уже в 19-м веке нашел Карл Максимович Бэр, про него я тоже чуть-чуть расскажу. Так вот, он высказал такую идею, мне очень, правда, понятно, что он имел в виду, что ни одна часть будущего организма не существует в яйце. реально во все существуют там потенциально. И хотя это было сказано еще в начале 17-го века, да, это типа ДНК получается, это полностью соответствует взглядам современной науки. Действительно, ни одна часть будущего организма еще не существует в яйце реально, но все они существуют там потенциально в виде генетической программы. Так что это было такое гениальное предвидение. А это Горгей ищет яйцеклетку внутри олени, в плане, которую разрешили убивать в Королевском парке. Прошло какое-то время, эмпериология развивалась, накапливались факты, и возникла такая область, как сравнительная эмпериология, сравнение развития разных животных. Это очень важно, потому что когда мы сравниваем развитие разных животных, мы можем увидеть отличия, а можем увидеть и что-то общее, и таким образом понять его суть. И вот наибольший вклад в сравнительную эмпериологию внес тоже русский ученый, он был настоящим русский, хотя родился он в нынешней Эстонии, в Дербете, когда он назывался он, потом он стал называться Тарту. Учился он в Германии, а работал и жил он всю жизнь в России, только на пенсию и на пенсию. Так вот, Карл Алексеевич Бэк изучил развитие большинства позвоночных всех представителей этого типа, всех классов рыб, антиби, рептили, птиц, птиц, и сформулировал свой закон зародышевого сводства. Но, в общем, закон это состоит в том, что сначала в зародышеве появляются признаки типа позвоночного, позвоночные, потом признаки какого-нибудь класса, например, птиц, потом признаки отряда, и только на последних стадиях развития этот зародыш можно отличить от зародышей близких видов. Сначала появляются более общие признаки, а потом какие-то более частные. Ну, закон этот был сформулирован Бэром до того, как появилась книга Дарвина «Происхождение видов». И хотя Бэр до этого времени дожил, но надо сказать, что он не стал сторонником эволюционной теории. Однако большинство ученых приняли теорию эволюции и стали рассматривать с этой точки зрения и развитие живых организмов. Там таким образом возникла эволюционная эмбриология. Ну, и даже Бэр в таком духе высказывался. Можно представить себе, что не только из простой какой-то ранней стадии, на которой похож ранний зародок, сейчас вы ее увидите на картинке, мысленно можно вывести всех животных, но что-то на эту стадию на простой пузырь действительно был похож их общий предок. Возникла идея, что может быть ход развития эмбриона в какой-то мере повторяет ход эволюции. Действительно, все многоклеточные животные произошли от одноклеточных, а развитие начинается с одной клетки, зимбокерей, потом, видимо, они прошли какую-то стадию похожую на простую колонию, а на простую колонию одинаковых клеток, похожая ранней стадии развития большинства зародышей, вот, например, такая стадия, которая есть у всех животных, стадия властумная, как правило, имеет вид полового шарика из-за того своих клеток, и похож на колонии вольвокса и всяких других простейших, следующая стадия гастрола, когда одна стенка этого шарика как бы впячивается внутрь, зародыш становится беспокойным, и построение он похож на какое-то простое мегоплеточное существо вроде гидры, и возможно, что через такую стадию тоже прошла эволюция живого. Но формь зародышевого сходства, который Берс формулировал в лице задолго, за 30 лет до появления этой эволюции, таким образом превратился в каком-то смысле основной для геотических законов. Его сформулировал в разум Гекер, который сам бриологией занимался довольно мало, он просто любил придумывать всякие теории. Ну и он звучит в своей такой обычной форме, что индивидуальное развитие особи есть быстрое и краткое повторение исторического развития данного вида. Но как бы это хорошо было, если бы это действительно было так. Изучили индивидуальное развитие, все стадии следуют одна за другой, и мы сразу можем узнать, как шло развитие этого вида в эволюции. Вот так в каком-то смысле думал гей. в подтверждении этого мы приводим вот такие рисунки, где видно, что сначала все зародыши похожи друг на друга и в то же самое время похожи на рыбку, у которой есть хвостик, и даже у зародышей овцы или кролика или крысы видны зачатки жаберных щелей. Надо сказать, что этот факт безэволюционной теории никак не объяснишь, потому что ни у этих зародышей, ни у взрослых животных никогда не бывает жабр, в воде они не дышат, жабры им незачем не нужны, и единственное рациональное объяснение, откуда они берутся у зародышей, это то, что такие же жабры были у издавших предков, рыб, которые жили в воде, и мешали действительно жабры. Ну вот, потом он становится похожим уже на какое-то четвероногое существо, ну а потом появляются признаки классов отряда. Вот здесь можно уже увидеть, что это будущая черепашка, это будущий литончик, это будущая рыбка и так далее. По поводу этих рисунков было очень много всяких споров и нападов на Геккеля, может быть, вам попадались какие-то сведения о том, что все эти рисунки подделаны, фальсифицированы, и к доказательству приводили вот такой ряд рисунков Геккеля, и вот такой ряд того, как эти зародыши выглядят на самом деле, если их сфотографированы на соответствующей стадии. Ну, конечно, не очень похоже одно на другое, но сфотографировать зародыши тоже можно по-разному, например, вот здесь у них не отделен желточный мешок, а Геккель его отделял и писал про это. Этот зародыш сфотографированный в каком-то немножко другом ракурсе, повернутый не тем боком, кроме того, конечно, рисунки популярной книжки, а Геккель опубликовал популярные книжки, неизбежно схематизированные, и этого тоже никто не скрывал. В общем, конечно, основные черты эмбрионов, их существенное сходство отражены в этих рисунках правильно, поэтому все эти нападки в целом несостоятельность. Ну а правильный сам биогенетический закон? Вы, наверное, поняли уже из моих слов, что он далеко не всегда выполняется. В каких случаях он будет выполняться? Он будет выполняться в том случае, если в эволюции происходило удлинение развития организма. Например, сначала какой-то предковый вид проходил вот такие стадии, а потом с течением эволюции, что я рисую обычно вверх, а я рисую вниз, у следующего вида плотипа стадия В и развитие удлиннее. У следующего вида энкопенес, в смысле университет развития станет еще длиннее. Вот тогда предыдущие стадии будут похожи на какие-то стадии развития предков и по развитию такого организма мы сможем восстановить ход эволюции. Бывают такие примеры? Да, бывают. Вот замечательные пример такого развития, развитие рака-отшельника пальмового вора. Это крупные раки-отшельники, которые живут на суше. И такие здоровые там, такие, что на них не хватает подходящих раковин, и они вылезают на сушу и во взрослом виде живут на сушу. Но когда приходит время размножаться, то санки с яйцами заходят в воду на время, и там из яиц вылупляются личинки. Личинки похожи на креветок, плавают толщи воды довольно долгое время, а поплавок некоторое время оседают на дно, превращаются в вполне типичного рака-отшельника с мягким асимметричным брюшком. Этот рак-отшельник находится в подходящей раковине. По мере того, как он меняет и растет, одни раковины сменяются другими, ну и в конце концов он вырастает таким большим, что подходящую раковину найти уже не может. И вот к этому времени он выходит на сушу, брюшко у него становится твердым, коротким, похоже на брюшко краба, отгибается под его грудь и он становится взрослым. Отражает вот индивидуальное развитие этого животного историю этого вида? По-видимому, да, вполне в полной мере, потому что действительно понятно, что раки-отшельники произошли от каких-то других десятиногих раков с симметричным брюшком, похожих на креветок, потом они перешли в жизни на дни и потом некоторые виды вышли на сушу, в том числе пальмовый орган. Похожий пример, гораздо более широко известный, известный всем вам, это развитие лягушки. Когда головастик выходит из икринки, то по всем своим основным признакам он напоминает маленькую рыбку. Такую систему органов не возьми. И поэтому каждый раз, каждый год, каждое лето в глазах неизумленной публики, рыба выходит из воды и превращается в наземных позвоночных. Это происходит, когда головастики превращаются в лягушат. И, конечно, это точно так же повторяет ход эволюции амфибий, потому что их предками были рыбы, которые когда-то вышли на сушу, перешли к наземному образу жизни. Но так бывает далеко не всегда, потому что изменения в строении организма могут возникать на любой стадии, а не только на поздних стадиях. А индивидуальное развитие в ходе эволюции может не только удлиняться, но и, например, наоборот, укорачиваться или просто идти по другому пути. Если бы биогенетический закон в том виде, как его предлагал Гекер всегда выполнялся, то самыми похожими должны были быть всегда самые ранние стадии. Чем раньше стадия, тем больше она похожа у разных животных. На самом деле это не так. Например, в развитии позвоночных наиболее похожие между собой вот эти средние стадии, а ранние стадии развития зародышей как раз у разных животных очень разные. Это зависит прежде всего от того, какого размера их яйцо и сколько там запасных питательных веществ. А это очень легко поменяется в ходе его и поэтому часто рисуют индивидуальное развитие позвоночных в виде вот таких песочных часов. Сначала все их зародыши сильно различаются, потом на какое-то короткое время все становятся очень похожими и на этой стадии возникают как раз характерные дохордовых признаки. Зачаток горды, нервная трубка, жаберный щели, гост, а потом по мере дальнейшего развития различия снова нарастают и они превращаются в конце концов представители разных классов. Кроме того, в какой-то момент наш очередной российский ученый Алексей Николаевич Северцев осознал, что, конечно, этот биогенетический закон надо поставить с головы на ноги, потому что не онтогенез повторяет код эволюции, а наоборот эволюция полностью зависит от того, как меняется индивидуальное развитие. Только путем изменения индивидуального развития виды могут как-то меняться в ходе исторического развития. Ну и Северцев сильно поменял биогенетический закон. Подробнее я про это рассказать сейчас не буду, а вот надо сказать, что Гекер на основе своих построений еще придумал, как должны прилиять эволюционировать животные. Как они вообще возникли? Вот я уже говорю, что есть такая стадия пластула, похожая на шарик, а потом одна стенка этого шарика впрячивается, и у коралловых полипов на этом месте возникает рот. Личинки, он, кстати говоря, на заднем полюсе. Ну и Гекке решил, что на личин от коралловых полипов должны были быть похожи общие предки всех животных, только почему-то он считал, что рот они были спереди, а не сзади. однако довольно скоро возникла конкурирующая теория, и ее предложил наш российский опять-таки ученый Илья Ильич Вечник. Он наиболее известен как создатель теории иммунитета и микробиолог, и вторую половину своей жизни работал в Пастеровском институте в Париже. Но начинал он как зоолог беспозвоночных и эмбриолог, и он изучил развитие самых примитивных животных, губок и всяких там гидроидных метуз. Ну и оказалось, что бластер у них действительно полный шарик, но вот такое впячивание возникает довольно редко. Как правило, отдельные клетки заползают внутрь, образуют вот такую вот сплошную массу по рентгену, и только позже организм может приобретать вот такое вот строение, ведем довольно сложный перестрой. Ну и опять-таки основываясь на тех же примерных соображениях, что Гиккель, Вестников предложил свою теорию происхождения многоклеточных. Он предположил, что сначала многоклеточные были похожи на вот такой вот шарик с заполненными клетками внутри и не имеющий ни ртани кишечника, что пищеварение у них осуществляли отдельные клетки, оно было целиком внутри клеточной, и только потом на более поздних стадиях возник рот, кишечник и полостное пищеварение. Эта теория гораздо ближе к современным взглядам на происхождение многоклеточных, хотя и она претерпела изменения. Еще один наш ученый, друг Мельчникова и его коллега, иногда они даже вместе работали, изучал развитие низших хорбов. Тогда в середине XIX века неизвестно, например, было, к кому относится ланцетник. Его описывали то, как моллюска, то, как кольчатого червя, и только когда Ковалевский и моллюски бывают очень разные, еще и не такие. Только когда Ковалевский изучил его гранальное развитие и выяснилось, что ланцетника образуется хорда и нервная трубка точно так же, как и у позвоночных, стало очевидным для всех, что это представитель типа хорда. Ну ладно, ланцетник еще похож на рыбку, да, можно предположить, что это хорда. А вот когда вы видите вот такое существо, остыдиво, может ли у вас возникнуть идея, что это родственник рыбки? Нет, конечно, нет. Ковалевский изучил эмбриональные личиночные развития остыдей, оказалось, что эта личинка, ее иногда называют головастик за сходство по внешней форме с головастиком, имеет все хороскемные признаки, типа хордовые, у нее опять-таки есть хорда, дневная трубка, жареная, щель и хвост, и таким образом он определил место асцидии в системе животного царства. Выяснилось, что это хордовые, а по современным представлениям это не просто хордовые, а более, как ни странно, близкие родственники позвоночных животных, более близкие родственники рыб, чем ланцетики. никто этого не ожидал до недавнего времени, да? Низшие хордовые это простые ланцетики, а высшие хордовые это позвоночные. Все в течение 19 века очень увлекались этой эволюционной эмбриологией, но в конце концов многим ученым она поднадоела. И они стали говорить, ну хорошо, она, конечно, дала нам некоторые результаты. Вот, например, теперь уже нельзя сказать, как сто лет назад говорил Кюе, что между разными типами животных лежит непроходимая пропасть. А Кюе говорил, укажите мне хотя бы один общий признак медузы и птицы, и тогда я поверю, что, может быть, животные произошли от общих предков в ходе эволюции. В начале 19 века никто таких общих признаков показать не мог. Но благодаря достижениям революционной эмбриологии к концу 19 века можно было уже указать многие такие общие признаки, относящиеся именно к особенностям эмбрионального развития этих животных. И у медузы и птицы есть два ствола, одна стволная зародыш, потом у медузы и птицы происходит республикация, появляются два зародыша в крестках, наружный и внутренний, ну а дальше развитие медузы и птицы уже идет по-разному. И поэтому они сильно отличаются. Ну а что еще вы можете нам предложить? Ну хорошо, мы построим систему всего органического мира, ну а дальше-то? Это же не приблизит нас к пониманию того, как идет развитие. Это совсем неинтересно, надо заниматься совсем другим. Давайте мы выясним, какие причины лежат в основе развития, почему организм развивается именно так, почему его клетки становятся разными, и почему он приобретает определенную форму. Ну а как это можно сделать? Ну, один из способов это надо как-нибудь вмешаться в этот ход эмбрионального развития, попробовать как-нибудь его нарушить, и смотреть, что получится. Для этого надо выбрать какие-то подходящие объекты. у которых более-менее крупные яйцеклетки, или которых удобно рассматривать микроскоп, или с которыми удобно манипулировать, потому что их яйца живут в морской воде, вне организма, и там же происходит оплодотворение как у морского яжа. И вот на этих объектах разные ученые начали проводить эксперименты. Вот, в частности, для таких подходов к изучению развития было сначала предложено термин механика развития. Один из его основателей Гюнгель Гру занимался разнообразными опытами. Про самый знаменитый опыт я расскажу чуть-чуть попозже. И, в частности, пытался разделять клетки зародышей, посмотреть, что из них будет. Вот, здесь показан зародыш какого-то моллюску или кончатого червя. Из некоторых клеток этого зародыша у личинки развиваются клетки с ресничками. Давайте попробуем отделить их от тела зародыша и посмотрим, как они будут развиваться. Так же, как в составе целого или как-то совсем иначе. Отделяем одну клетку и выясняется, что она развивается точно так же, как если бы стоял на своем месте внутри зародыша. значит, ей ничего не надо, вся программа развития содержится у нее внутри, и она уже знает, что из нее должны развиться клетки с ресничками. Такое развитие называется мозаичным. Ну и на основе таких экспериментов возникла теория, что клетки становятся разными потому, что все они, кроме половых, получают полный набор генов и полный набор ДНК, а только часть, причем разную. В нервные клетки попадают одни гены, в мышечные другие, в клетки крови третьи и так далее. И только в будущих половых клетках сохраняется полный набор ДНК. В самом начале 20 века возникли наблюдения, появились результаты, полученные как раз при изучении развития аскориды, которые явно это подтверждали. Что происходит при граблении яйца аскориды? Вот оно поделилось первый раз, а потом происходит второе деление и появляются 4 клетки. На следующей стадии умножения синфрозы должно было получиться 8 клеток. И уже при первом делении в одной из двух клеток, в данном случае в передней часть хромосом отваливается от остальных выходит цитоплазма и разрушается происходит разрушение кусочков хромосома диминуция хроматизма. Второе деление опять вот в этой клетке уже часть распалась в одной из двух потомков опять вот в этой вот клетке отваливаются кусочки от хромосома распадаются в цитоплазме исчезают до следа и так происходит в течение четырех первых раундов деления. Ну а скажите мне, а что же появится вот из этих вот клеток взрослые аскориды вынимайте руки да конечно вот из этих клеток появляются такие половые клетки потому что в них хромосомы остались целыми и в них содержатся все гены которые могут быть переданы таким образом следующему поколению вот мы и поняли почему клетки становятся разными решил Теодор Доварь но дальше естественно стали разбираться а есть ли это у других животных и выяснилось что это явление есть у других животных но у большинства например оно есть у таких рачков циклопов у таких паразитических червей мезозоров там еще у кого-то но у подавляющего большинства животных ничего подобного нет и быть не может потому что если мы возьмем например эмбрион млекопитающих на ранней стадии то как я уже вам рассказывал мы можем легко доказать экспериментально что все его клетки равноценны на стадии четырех и даже восьми клеток можно очепнуть любую из них и если мы ее не повредим из этой клетки легко разорвется целая мышь или целый человек ну благодаря этому можно делать и всякие другие эксперименты с зародышами млекопитающих можно например взять зародыши двух разных пеней мышей черных и белых и срастить их после этого из таких химерных зародышей если мы подсадим их с врагатной матери на всякий случай возьмем не черную и не серую а белую мышь появятся вот такие вот мышата с пятнистой шкурой некоторые идут полосатенькими как зебры если у них клетки от черной и белой линии подходящим образом перемешаются обратите внимание что у такой мыши четыре родителя для мамы и два папа вот а можно их делать и больше более удивительно что недавно удалось получить жизнеспособных химер и просто двух разных линий мышей мышей и крыс то есть животных которые наполовину состоят из мышиных а наполовину из крысинок но это не относится к нашей сегодняшней теме по этой же причине фактически у некоторых прикопитающих на стадии эмбриона осуществляется бесполное размножение зародыш распадается на несколько клеток это происходит законно верно каждый раз и из каждой клетки развивается свой эмбрион или это происходит на более поздней стадии это не обязательно клетки это может быть уже части зародыша так обстоит дело у многих видов броненосцев у них всегда рождаются четверки иногда шестерки однояйцевых близнецов при каждом роте ну а у человека это происходит не так часто ну и так уж редко ну конечно пятерные яйца или близнецов рождаются очень редко а вот двое еще двое рождаются довольно часто ну и кроме того как я уже вам рассказывал животных можно клонировать мы можем взять ядро практически из любой клетки взрослого организма поместить его в яйцеклетку и из этой яйцеклетки получить нормальный эмбрион если все сделать аккуратно и придерживаться определенной методики или получить индиагральные столовые клетки вот тут показывают декапитающие которые уже планированы морово овечка осел поросенок кошка собаку сюда можно добавить один из редких видов диких быков редки становятся разными не потому что в них разные гены гены в них во всех одинаковые как правило это мы доказали да что почему же они становятся разными у зародыша оказывается бывает два главных механизма приобретения таких различий один механизм показывает легко а другой внизу ну во-первых яйцеклетка яйцеклетка вовсе не такая уж однородная как думали эпигенетики в разных частях у цитоплазмы содержатся разные вещества такие вещества если они влияют на судьбу клеток потомков называются локальные детерминанты и судьба клетки может зависеть от того какая часть цитоплазмы яйцеклетки досталась и какие там присутствовали вещества это один механизм сейчас мы познакомимся с примерами того как мы видим другой механизм больше подходит для млекопитающих сначала все клетки явно одинаковые и с каждым может развиться полноценный зародыш и взрослый организм но потом в составе эмбриона они почему-то становятся все-таки разными почему на них по-разному могут влиять соседи например в раннем зародыше млекопитающих некоторые клетки оказываются на поверхности а некоторые внутри естественно у них разное число соседей какое-то разное соотношение веществ и они приобретают различия в результате вот таких взаимодействий ну и те и другие примеры можно найти в реальном развитии организма например у тех самых остыний после опроводворения в цитоплазме яйцеклетки перемещаются вещества как нарочно окрашенные в разные цвета так что это просто видно на житой яйцеклетке вот в конечном счете какое расположение они приобретают перед началом деления яйцеклетки перед началом утромления здесь уже намечена спинная сторона место где будет нервная система и то что эти локальные детоминанты определяются в буклетах можно подтвердить в эксперименте мы знаем что из какой части зародыша называется в норме разделяем его на части и смотрим какие клетки и ткани разобьются из этих вот изолированных клеток да такие же как в норме тоже мышцы из одной клетки которая дала быть в норме та же нервная система и с рукой только не получится целый организм но чтобы получился целый организм клетки уже должны взаимодействовать между собой ну и сначала казалось что примерно так же происходит развитие и у лягушки вот Вильгель Мру основатель механики развития проделал такой опыт когда венец клетка лягушки переделилась пополам на первое деление делят будущий зародыш на правую левую половину лягушки вот это правая левая половина будущего лягушонка он одну из клеток убил проколов ее раскаленной иголкой она умерла а из второй части которая продолжала делиться развивалась развилась ровно половина зародыш появился зачаток нервной трубки и хорды после этого развитие остановилось значит что каждый из этих двух клеток знает что им надо делать правую левую половину правда возникло такое ощущение но чуть позднее другой эмбриолог тоже немецкий гансдыш решил повторить этот опыт немножко изменив методику от методики как выясняется очень многое зависит начинал он работать сначала с морским ежом и когда он разделил первые четыре клетки зародыша морского ежа то есть их развились не почти полноценные личинки у морского ежа личинка вот такая совсем не похожая на ежа двусторонне симметричная когда он решил повторить этот опыт с лягушкой он не убил один из первых гластомеров одну из первых двух клеток а аккуратненько разделил их для этого пришлось в те времена взять очень тоненький волосок уж не знаю откуда он его выдергивал накинуть на эту икринку и потом стягивать его чтобы разделить икринку пополам с помощью такого тоненького петли не повредив клетки разделил их пополам и оказалось что в этом случае из каждой клетки развивается вовсе не половина зародыша а целый из которого может развиться нормальный головастик нормальный лягушонок правда головастик сначала будет двое меньшего размера ему конечно трудно будет выжить придется хорошо покормить но если он нормально откормится то лягушонок уже будет вполне нормальный а если мы убиваем одну из первых клеток то получается половина зародыша здесь показывается другой эксперимент но мы этого никак не будем да это гораздо более поразительный результат оказывается каждая из двух первых клеток знает есть ли у него сосед если сосед есть то надо что делать считает эта клетка то надо делать половинку головастика а если соседа нет можно делать целого головастика то что клетка так может себя вести и так может рассуждать настолько поразило Дриша что он решил что у клеток есть душа в результате забросил биологию и стал знаменитым философом так бывает ну как изучать клеточную душу не очень понятно а вот как изучать поведение клеток понятно какой еще вывод можно сделать из этих двух опытов давайте подумаем если рядом с живым гностомером есть убитый то он делает половину головастика а если рядом нет никого то он делает целого головастика что отсюда следует выдвигайте какие-нибудь идеи что мы дальше можем изучать душами предлагать что именно что что вы предлагаете дальше делать дальше делать да половинку головастика мы не получим потому что развитие остановится все-таки раньше чем вырастет головастик еще раз если рядом есть мертвая клетка то оставшаяся живая делает плавинку а если рядом нет никого то она делает целого головастика что мы будем изучать давайте то что клетки могут чувствовать что они могут чувствовать в данном случае другую половинку совершенно верно отсюда следует вывод что клетки могут как-то влиять друг на друга части зародыша действительно влияют друг на друга вот и будем изучать как они друг на друга влияют и что в результате получается этим занялись двое знаменитых эмбриологов и Ганс Шпевен с помощью своей помощницы Хильда Мангольд поставил наверное самый известный опыт в истории эмбриологии я про него немножко расскажу Шпевен получил за него Нобелевскую премию в 1937 или 1938 году а Хильда Мангольд погибла от несчастного случая довольно задолго до этого и премию не получила ну вот они изучали развитие амфибии правда тритон а не голова и было известно из какой части бластулы а у тритона зародыш бластулы выглядят вот так одна стенка такая толстая из какой части что должно появиться вот из этой части покровы тело кожа вот из этой части нервная трубка вот из этой части кишечник из этой части всякие остальные органы называется карта зачатка у Шпевена было два вида тритонов обыкновенные грибейчики в которых клетки зародышей отличаются по окраске не темная и светлая клетки зародышей в отличие от клеток взрослых животных можно легко пересаживать от одного вида к другому потому что иммунная система еще не работает и они спокойно приживаются и это было очень удобно их не надо было красить но оказывается что если мы на ранней стадии возьмем например клетки из этого полушария гластовые которые должны были превратиться в кожу и пересадим их вот сюда там где должен расти кишечник то эти клетки спокойно превращаются в клетки кишечника то есть ведут себя так как индиктует новое положение они могут переучиться легко и оказалось что так ведут себя все клетки кроме небольшого участка на будущей стенной стороне это такой участок без которого зародыш не может полноценно развиваться если этот участок удалить то вместо нормального головастика развивается какой-то такой шарик что мы назвали кусок живота это звучит по-немецки или пис это какие-то такие особые клетки давайте попробуем их пересадить возьмем их вырежем у зародыша они находятся в норме на спинной стороне и другому зародышу пересадим их на брюхо вы помните как вели себя плетки в предыдущем эксперименте они стали клетками брюха эти клетки ничего подобного ведут себя так как будто сидят на своем старом месте заползают вот сюда внутрь зародыша из них развивается хорда она одними из тех клеток которые в норме превратились в покровы брюха развивается вторая нервная система спинной и головной мозг вот здесь в результате некоторых экспериментов из одной пластуры развивались два зачатка головастика сросшиеся вот так как сиамские близнецы между собой то есть у второго головастика развивались почти все добавочные органы вы обратили внимание что из пересаженных клеток развивается хорда да она в ней нервная система развивается не из пересаженных клеток а из тех клеток которые были вот этого зародыша исходно клетками брюха и даже и не думали про то что превратится в нервную систему значит что заставило задуматься пересаженная группа клеток вот это явление когда одни клетки влияют на другие и заставляют их что-то делать в кого-то превращаться называется эмбриональная индукция а явление которое открыл шпион получило название первичная эмбриональная индукция хотя на самом деле она далеко не первая в развитии зародыша лягушки ну а дальше возникает вопрос а как же они командуют другим клеткам что им надо делать разные были идеи проверяли нужно чтобы они контактировали друг с другом непосредственно или нет оказалось что не нужно дальше стали проверять проходит ли этот сигнал через всякие мелкие поры и выяснилось что проходит в общем стало ясно что это вещество но только очень долго больше чем полвека никак не удавалось выяснить что же это за вещество потому что в эксперименте что только не вызывало эту первичную эмбриональную индукцию самые разные вещества в том числе совершенно искусственного происхождения и только сравнительно недавно удалось выяснить что это несколько веществ которые достаточно сложно взаимодействовать между собой в естественных условиях ну как рассказывать я не буду вот такой вот способ приобретения клетками различия больше характерен для таких животных как асцидия или как моллюски у которых развитие мозаичное а вот такой вот способ приобретения различий больше характерен для лягушки или для млекопитающих у которых клетки легко меняют свою судьбу такое развитие называется регулятивным но надо сказать что сейчас уже очевидно что в чистом виде ни тот ни другой вариант не встречаются у всех животных как-то сочетаются оба этих механизмов ну бывает еще один механизм когда исходные две клетки одинаковые но они становятся чуть-чуть разные просто все на случайных причин в одной немножко больше одного вещества синтезировались с другой немножко больше другого если они после этого еще и влияют друг на друга то как таклетка которая приобрела например больше вещества которое что-то вот этой клетке делать не велит начинает ее командовать все сильнее запрещает ей синтезировать такое же вещество само ей никто его синтезировать не мешает и они становятся все более и более разными почему просто случайно что-то сдвинулось в начале оказалось что этот механизм тоже важен вот эта вот случайная неоднородность может усиливаться и на эту тему были построены всякие красивые математические модели которые описывают код развития те вещества с помощью которых клетки влияют друг на друга получили название морфогены они во многом могут определять не только различия между клетками но и форму организма вот немножко про то как эта форма возникает я все-таки тоже расскажу ну давайте представим себе что у нас есть какие-то клетки которые вырабатывают некое вещество дальше оно распространяется если эти клетки сидят на краю зародыша то распространяться оно может только в одну сторону естественно с другой стороны ничего нет по мере того как это вещество распространяется оно постепенно разрушается может такое быть? может тогда если оно здесь постоянно вырабатывается то здесь концентрация во все время высокая а если мы будем удаляться от этой точки то она будет все ниже и ниже это показано на графике опять же для разных моделей будет убывать разные скорости ну а дальше надо предположить вот какую вещь что клетки которые сидят вот здесь вдоль зародыша реагируют на это вещество причем реакция у них как говорят пороговая если концентрация этого вещества выше вот этого значения то клетки это чувствуют и становятся синими если концентрация ниже вот этого значения и выше чем вот это клетки это чувствуют и становятся белыми а если она еще ниже ниже определенного порога то клетки и это чувствуется, становится красным. Тогда, благодаря вот такому простому механизму, мы можем получить из нашего однородного зародыша трехцветный флаг. Замечательно, но если мы размешиваем его пополам, а концентрация на концах, на начале и на конце останется прежней, то у этого половинного зародыша пропорции между сильной белой и красной части тоже останутся прежней. Это понятно? Разрежем его пополам, концентрация будет падать быстрее, вот здесь она останется прежней, и тогда границы синего-красного и белого сместятся так, что таких клеток тоже будет поровну. По мере того, как зародыш будет расти, регенерировать недостающую свою часть, пропорции будут сохраняться. Это называется модель трехцветного флага. Она объясняет, как можно за счет действия одного морфогена получить из однородных клеток что-то такое структурированное для однородных. Вот более сложная немножко модель, которая позволяет предсказать, как будут вести пересаженные кусочки флагов, если пересаживать их с одного флага на другую. Вот возьмем два флага, от него французский, да? А вот этот вот американский. Возьмем кусочек французского флага, вот отсюда, из верхнего угла, и пересадим его сюда, на этот участок американский. Как он будет себя вести? Значит, с одной стороны, он помнит, что он французский. И ничего, кроме кусочков французского флага, делать он не может. Это у него внутри запрограммировано. А с другой стороны, он видит, что попал на какое-то новое место. Не там, где он сидел. Оказывается, в некоторых случаях он может определить, даже на американском флаге, что это за место. И он делает такой кусочек французского флага вот здесь, который должен сидеть на этом месте. Точно так же кусочек американского флага, который мы пересадили вот сюда. Помнит, что он американский, но он понимает, что он сидит в верхнем правом углу, а газ, значит, думает он, что должно быть у американского флага в верхнем правом углу? Звездочки. Я делаю звездочки. Все. Понятно, да? Как они себя ведут в этой модели? Ну, модель дело такое. Можно придумать какую угодно модель. Интересно, соответствует ли она реальности в какой-то степени. Будет ли такая модель работать? Оказывается, будет. Про гидроорастазы, это не будет. Расскажу сразу снова про куриного зародыша. Вот у куриного зародыша, как у всех зародышей, ножки и ручки развиваются из таких зачатков, которые называются почка конечности. Вот они тут видны точки задних, а это точка передних. И на этой точке конечностей развивается такой вырост, апекальный гребень. Вот тут его не видно, к сожалению, изместился рисунок. Вот такой вот выступ. Под этим гребнем клетки быстро размножаются. Это называется зона прогресса, зона прогрессивного развития. А вот здесь вот есть еще такая зона, реализующая зона, зона реализующей активности. Ну и постепенно из такой почки конечности развивается крыло. Если нормальный гребень удалить, то развитие прекращается вообще, останавливается. Если оно идет в норме, то на крыле образуются три пальца. Второй, третий и четвертый, так их принято называть. А первые пятые считалось, что исчезли. Но теперь мы объясним, что это на самом деле все-таки первый, второй и третий. А вот что произойдет, если мы будем делать с этой почкой какие-нибудь эксперименты? Докурином зародышей довольно удобно делать. Например, вот этот вот маленький кусочек из одной почки вырежем, и второй подсадим дополнительно вот сюда, на передний край. Удивительное явление. Кальцев становится не три, а шесть. Причем расположены они зеркально-симметрично. Значит, ближайший вот к этой зоне палец всегда будет четвертым, да? Или наоборот, вторым? Какие-то четвертые? Или вторые? Нет, четвертый, конечно. Ближайший это четвертый, да? Ближайший желтый, который. Ближайший четвертый. А самый далекий? Ближайший желтый, да? Если мы расщепим экодермальный гребень пополам, то вместо одной конечности или подсадим второй, добавочный. То вместо одной конечности может развиться две. Как нередко бывает с лягушками при заражении паразитами. У них возникают заполнистые задние конечности. Ну а какое это отношение имеет к пересадке? Значит, оказывается, можно сделать и пересадку. Давайте сделаем такую вот пересадку. Возьмем клетки с кончика почки задней конечности. Это клетки, которые должны превратиться в пальцы. И пересадим ее туда, в почку передней конечности, где должны быть пальцы. А, нет, извините, не так. Даже можно сделать не так. Вот возьмем эти клетки оттуда, где должно было бы развиться у задней конечности бедро. Вот так. Значит, эти клетки должны были выдать бедро. И пересадим ее в почку передней конечности, туда, где должны быть пальцы. Вот. Что они будут делать? Значит, оказывается, они дают пальцы, не пальцы крыла, а пальцы задней конечности. Значит, они и так рассуждают. Ага, мы здесь сидим, вы нам велите делать пальцы. Ну, хорошо, мы сделаем пальцы, но какие? Только такие, которые мы умеем. Пальцы задней конечности. То есть рассуждают они точно так же, как французские и американские флаги в нашей модели. Ура, модель работает! Курица сладкая. Да, получится курица четырьмя ногами. В некотором смысле. А они, на... И на все эти процессы влияют особые вещества, морфогены, о которых я уже говорил. Ну, и сейчас известно, более-менее, как это происходит. Известно, что таких главных морфогенов, которые определяют, что разойдется пальцы или там предплечье, или плечо, два. Вот здесь вот выше концентрация одного. По основанию этой почки этот морфоген называется ретиноминая кислота. А вот здесь у кончика выше концентрация второго. Он называется эпидермальный фактор роста. Клетки постоянно разгрожаются вот здесь вот в зоне прогресса. Постепенно уходят все дальше от кончика. И то, во что они превратятся, зависит от того, в какой концентрации и сколь долгое время на них действовали два эти вещества. Значит, как клетки и конечества становятся разными. Они меряют время, на которое... в течение которого на них действовало одно вещество и второе вещество. И в зависимости от этого принимают какое-то решение. Ну, а их поведением и развитием управляют, конечно же, гены. Про это я скажу уже буквально несколько слов, потому что у меня еще есть в запасе история про практические значения всего. Значит, на ком удобно изучать гены. Но сейчас можно на ком угодно, уже почти что и на человеке, тем более на мыши или на лягушке. Но какое-то время назад их можно было изучать почти исключительно на дрозове. К тому же у дрозови обнаружилась масса всяких интересных мутаций, которые затрагивают развитие. И такие интересные мы, попытающиеся, даже вообще не встречали. Например, бывают мутации, при которых на месте усиков и мухи, а усики они довольно короткие, вырастают ноги. Можно определить, какой пары. Средний. Ноги средние. А бывают такие мутации, когда муха из двухкрылого превращается в четверокрылое насекомое. На месте жужелец на сегменте задней груди вырастает вторая пара крыльев. Ну и дальше надо выяснить, что же это за гены влияют на развитие и что в свою очередь влияет на их работу. Бывают даже и такие, более крупные мутации, оказывается, когда муха вырастает без головы. Ну и здесь-то она не может вырасти до скольки-либо взрослого состояния, но вырастает она до укрепления из яйца. Вот здесь вот в ухе вместо головы скорее конец блюжка, только недоразвитый немножко. Огалось выяснить, какое вещество влияет на это. Если у нормального зародыша взять немножко цитоплазмы из переднего конца яйца и ввести его на передний конец вот такому мутантному зародышу, у него вырастет почти нормальная голова. А если это вещество ввести в серединку такого зародыша, то структуры, похожие на голову, появятся посреди тела. У него голова будет в серединке. А откуда это вещество берется? Оказывается, это вещество берется из особых питающих клеток от материнского организма. Вот здесь вот, перед яйцом, спереди от него есть такие клетки-кормилки. И в них синтезируется РНК этого гена, а потом передается в переднюю часть яйцеклетки. Почему оно не распределяется по всему объему? Налипает на микротрубочки, на цитоскелет, о котором я рассказывал за прошлой лекцией. И остается только в передней части. И там, где этого вещества много, у зародыша будет голова, а там, где его меньше всего, будет хвост. Ну, что делает белок, который синтезируется с этой РНК? Оказывается, он проникает в ядра, влияет на ДНК, влияет на работу других генов. Вслед за этими генами включаются следующие, которые замечают зародыш на несколько больших участков. Значит, сначала определяется, где будет головой хвост, потом, грубо говоря, где будет голова, в грудь и прыжко. Дальше. Белки этих генов опять проникают в ядра, включаются следующие гены. И зародыш разделяется на будущие сегменты, причем он еще даже не поделен на клетки. Все это происходит, пока у этого зародыша еще одна единая многоклеточная масса, общая цитоплазма. И, наконец, последними включаются эти гены, которые определяют особенности каждого сегмента. То есть, то, где будут расти ноги, а где лусики, где крылья, а где жужельцы. Ну, настоящий преформизм. Ничего еще нет, а оказывается, весь план будущего животного нарисован с помощью таких полосочек белков, которые можно выявить еще фактически в яйце. Самое удивительное, что все те же самые гены были найдены позднее в позвоночниках. Это действительно те же гены, унаследованные от общих предков, расположенные в том же порядке, проявляющиеся в тех же участках тела, в первую очередь в нервной системе, у мышей людей. Только у мышей людей их в 4 раза больше. У мухи один набор таких генов, а у нас целых 4. И, в частности, видимо, поэтому он бы устроен немножко посложнее. Зачем нужны эти добавочные наборы? Оказывается, они управляют, например, тем самым развитием конечных. Так, вот смотрите, вот здесь концентрация какого-то вещества, ну, допустим, у нервального фактора роста самая низкая, и здесь включается только один ген из набора. Значит, здесь будет лопатка. Здесь концентрация вещества в генове повыше, и в этих клетках к первому гену добавляется второй. И в тех клетках, в которых он включился, они превратятся в клетки плеча. Да? В следующем участке концентрация вещества еще выше, включается третий ген, и те клетки, в которых работают три таких гена, превратятся в предплечье. Ну, и так далее. Вот так меняется экспрессия этих генов, синтез белков с них во времени по мере развития этих конечностей. А зачем все это надо изучать, кроме любопытства? Оказывается, это очень важно. Это имеет значение и для медицины. Вы помните, я говорил вам, что один из морфогенов это ретиноевая кислота, которая влияет на развитие конечностей. Ну, вот ретиноевая кислота это нечто иное, как витамина в первом приближении. Ну, что может быть без обидья витамина? Казалось бы. Но поскольку это морфоген, который влияет на развитие конечностей, оказывается, что когда зародыши, в животе у мамы, это еще и он зародыши, достигает определенного возраста, относиться к этому витамину надо с очень большой осторожностью, потому что, если в организме повышенная его концентрация, это может вызвать тяжелые врожденные дефекты. Уродство. Говорят, что он обладает тератогенным действием. Ну, когда? Естественно, тогда, когда закладываются соответствующие органы конечности, уши, в таких-то случаях, там, челюсти и так далее. На остальных стадиях он гораздо более безвреден. Вот витамина А это одно такое вещество, а про другое я расскажу чуть-чуть подробнее. Вот такое лекарство, добрительное в конце 50-х годов, вошедшее в широкую практику в году так, в 59-60-м. Ну, для чего его использовали? Как успокоительное, мягкое, снотворное, не вызывает привыкания, не вызывает тошноты, вроде бы не вызывает почти никаких видимых побочных эффектов. и его в большинстве стран, в том числе в Европе, в Германии, где его разработали, в Великобритании, стали прописывать, всем подряд, охотно покупать и использовать. Через несколько лет врачи-терапевты заметили, что увеличилось число рожденных уродств. Стало почему-то рождаться больше детей вот такими укороченными конечностями, иногда только руками, иногда руками и ногами, или совсем без конечностей. Многие из этих детей почти сразу погибали, ну, а какой-то процент их выживал, но оставался инвалидами после этого. Довольно быстро несколько врачей, один, по-моему, как раз в Германии, если не ошибаюсь, а другой в Австралии, заметили связь между употреблением матери от амидомида и рождением таких детей. Писали про это статьи в научные журналы, но фирма, разработавшая это лекарство некоторое время еще попрыкалась и пыталась все это опровергать, но доводы были достаточно доказательными, поэтому пришлось быстро ликвидировать его, значит, убрать с рынка, ну, а потом, естественно, начались судебные иски, и фирма эта в результате разорилась. Это, конечно, очень грустная история, которая показывает, что лекарство надо тщательно испытывать для того, как применять медицинскую практику. Но, в частности, талидомид испытывали на мышах, и оказалось, что почему-то он не вызывает уродства мыши. А когда его уже постфактум испытывали на кроликах и на обезьянах, то выяснилось, что у кроликов, например, уродства эти возникают. И если бы фирма не экономила на этих испытаниях и использовала несколько видов животных, то такой трагедии удалось бы избежать. Ну, и в то же время эта история с талидомидом, хотя она, конечно, очень грустная, глушает определенный оптимизм. По нескольким причинам я сейчас расскажу, какие истории с ней были еще связаны. Вот некоторые люди, родившиеся без ног и без рук, тем не менее, сумели жить полноценной жизнью. Например, эта женщина, Элиса Неппер, стала известным художником. Она научилась рисовать картины, держа кисточку в зубах. Кроме того, родила сына, и успешно его воспитала. Вот эта ее статуя некоторое время украшала собой Тарфальгарскую площадь в Лондоне, там же, где стоит памятник адмиралу Нельсину. Вы знаете, что за памятник Тарфальгарской площади? Ну, а потом ее перенесли в несколько других Тарфальгарских городов. А вот другая женщина, чья жизнь была связана с талидомидом, эта женщина запретила продавать его в Соединенных Штатах Америки. Она отвечала за подписывание бумажек, которые разрешают использованные лекарства. И фирма присылала ей раз за разом эти свои бумажки, говоря о том, что все необходимые клинические испытания пройдены, и чего вам надо еще? А она раз за разом говорила, что какие-то ваши клинические испытания не очень разумительные результаты, и не очень понятно, какие у этого лекарства могут быть побочные эффекты, поэтому я вам эти бумажки не подпишу. Ну и несмотря на то, что и грозили там уволенение у всех этих лекарств, так и не подписала в Америке официально это лекарство в результате никогда не продавалось. Но она, естественно, стала героем, национальным героем Америки, и спустя много лет после этой истории вот президент Кеннеди включает ей видо правительственную награду. История с талидомидом имела довольно неожиданное продолжение. То есть, на самом деле, как неожиданное? Такая же история случалась и с многими другими лекарствами, но, может быть, не столь случайно знаменитыми. А история была такая. Много лет спустя, наверное, в конце 70-х годов или начале 80-х, вот этого врача Якова Шескина в Иерусалимском госпитале от проказа умирал больной. Проказа очень тяжело излечимая и тяжело протекающая болезнь, вызываемая бактериями, вызывает ужасные боли, и больной тут не мог есть, не спать, ну и был призмутер фактически, терять ему было совершенно нечего. И врач стал искать, чем ему можно было помочь, и в каких-то запасах, которые, бог знает, сколько времени хранились, в этом госпитале нашел банк с кавидомидом. А ему было известно, что это лекарство может действовать как обезболивающее. И он решил на свой страх и риск дать этому больному таблетку. Ну, побочные эффекты у него есть, конечно. Он действует не на только на эмбрионы, но и на взрослый организм, но они и такие уж тяжелые, не тяжелее, чем у других лекарств. И вдруг, на следующий день этот больной впервые за несколько месяцев смог встать, до этого он проспал 20 часов, после нескольких недель приема талидомида его состояние заметно улучшилось и в конце концов его удалось вылечить. И так выяснилось, что талидомид это эффективное лекарство от раканса. Ну, а потом стали, естественно, испытывать и другие его свойства. Надо сказать, что механизм его действия до конца неизвестен. То есть, до конца неизвестен, почему он вызывает уродство. Вот, одна его особенность заключается в том, что он немножко похож на нуклеотиды ДНК и он может встраиваться в молекулы ДНК. Видимо, таким образом вызывает мутация или повреждение ДНК и не дает клеткам зародыша нормально делиться. А другой его эффект известный заключается в том, что он тоже не вполне вполне понятно, с помощью какого механизма тормозит рост кровеносных сосудов. Но, если клетки медленнее делятся, или если кровеносные сосуды не врастают в точку конечности, то понятно, почему это может вызывать уродство. Если клетки медленнее делятся, да, то вот эти вот клетки, которые должны были бы быстро выселиться сюда и стать клетками плеча, долго сидят вот здесь и получают приказание стать клетками кисти. Поэтому в такой ситуации плечо не развивается и сразу от плечевого сустава вырастает кисть, что происходило как раз с этими несчастными детьми. Но если клетки медленнее делятся, да еще на этом месте не растут кровеносные сосуды, может быть это поможет бороться с раковыми опухолями. Опять-таки на тех раковых больных, которым ничего не помогало, на которых не действовала стандартная химнотерапия, стали испытывать талитамид и оказалось, что при многих формах рака это весьма эффективное лекарство. И вот таким образом он неожиданно в 90-е годы вернулся на рынок в качестве средства от проказа и противоракового препарата. Ну а кроме того, иногда им лечат еще и тяжелые формы ревматоидного артрита, а это очень распространенные заболевания. Вот. Так что изучать, как и почему клетки становятся разными, это совсем не пустое любопытство. Надо сказать, что до сих пор в конечном счете этого никто еще не знает. Особенно никто не знает, как становятся разными клетки нашего мозга и как благодаря этому он ухитряется думать. Это еще предстоит выяснить. Субтитры Продолжение следует...